Могут ли прогулки по лесу или парку быть опасными? Как ни странно, да. Ведь для многих выезд за город сегодня неприятная поездка, а способ спровоцировать обострение аллергической реакции. Аллергия это глобальная медико-социальная проблема 21 века, поражающая 30-40 процентов населения. Заболеваем среди городского населения в три раза выше, чем сельского населения. И пик заболеваемости тоже приходится на более молодой возраст до 40 лет. Июль-август пациентов больше к нам обращается, чем, допустим, в июнь, когда идут цветения луговых и злаковых трав. Также высокое обращение идет пациентов, когда цветут деревья, апрель-май. Это клен, береза, ольха. То есть тяжесть заболеваний в двух декадах выше, чем середина июня, допустим. Как объясняют врачи, в городе аллергиков больше из-за повышенной концентрации в воздухе вредных веществ, выхлопных газов, отходов заводского производства. Именно поэтому жителям мегаполисов, подверженным этому заболеванию, следует проходить назначенный врачом курс лечения. В областную клиническую больницу номер 2 аллергики приходят с направлением от терапевта, потому что заболевание это люди часто путают с банальной простудой. Первый диагноз будет острая вирусная инфекция. Доктор проводит, допустим, противовирусную терапию. Видя, что эффекта нет, здесь уже заподозрят, что действительно, раз эффекта нет, здесь явно аллергический процесс, и он проходит именно в сезон цветения. Для пациента становится понятно в чем? В том, что когда ежегодно наши пациенты, ежегодно приходя к нам, они говорят, я в одно и то же время, то есть они даже знают день, час, когда могут начать проявляться эти симптомы. То есть появится заложенность носа, чихание, кашель. При появлении первых симптомов аллергии не следует заниматься самолечением, ведь насморк и зуд в глазах – не самое серьезное проявление заболевания. Бронхоспазм и отек к венке. То есть в дальнейшем, если не лечить обычное банальное, можно сказать, классическое аллергическое заболевание поленос, может осложниться тяжелым течением бронхиальной астмы. Чтобы избежать таких осложнений, обращаться к специалистам следует вовремя. На базе 2-й областной клинической больницы работает аллергологический центр. Его специалисты оказывают людям со сверхчувствительностью иммунной системы организма консультативную помощь. Выявляют аллерген. Чтобы значительно облегчить жизнь пациента в период обострения заболевания, в центре проводят кожное тестирование. После этого назначают основное лечение и дают советы. Прежде всего, пациентам мы рекомендуем гипоаллергенную диету. Если у пациента есть пыльцевая сенсибилизация организма, то есть он реагирует аллергией на пыльцу, возможно перекрестная реакция на прием пищевых продуктов. Поэтому мы рекомендуем прежде всего гипоаллергенную диету исключить из диеты продукты растительного происхождения. Сегодня самое эффективное лечение – специфическая иммунотерапия, выявленная аллергеном. Специалисты уверены, при соблюдении всех назначений доктора аллергия не будет доставлять больших неприятностей. Субтитры создавал DimaTorzok